Встреча с языком программирования Python Ну что, всем привет! Говорят, что я в эфире опять. Это у нас снова наша встреча, посвященная языку программирования Python. И, как я и обещал, вот эта опасная тенденция, что поначалу все лекции неинтересны, потому что мы и так это знаем, а под конец они неинтересны, потому что мы на них не ходим, она потихонечку нас настигает. Потому что мы начинаем разговаривать про такие конструкции, про такие штуки в языке программирования, которые уж точно не являются условиями алгоритмической полноты этого языка. Это скорее такие приемы программирования, нужные, ну, во-первых, очень-очень широко распространенные во всех, без исключения современных языках, иногда даже включенных в синтаксис этих языков. Вот. И, во-вторых, они не зря приемы, да, это значит, что то, для чего используются подобного рода конструкции, часто-часто встречаются в реал-лайфе. Это вообще такая одна из моих, так сказать, идей фикс, что наша с вами отрасль айтишная, условно-компьютерная, она отличается от обычной академической науки, в первую очередь, тем, что... как-то генетизм постановки задач, что у нас сначала возникает задача, потом эта задача решается актуальными, современными на те поры методами, а потом еще лет 30 или 40 она продолжает решаться теми же самыми методами, несмотря на то, что все давно убежало вперед. Это верно для языков программирования, для архитектур вычислительных систем, и для сетей, и для всего-всего-всего. Принцип «работает не трогай», торжествует в нашей науке как нигде. Так вот, значит, штука, исключительно о которой мы с вами поговорим сегодня, называется итераторами. И мы с вами итераторами пользовались уже в количестве. Если говорить грубо, итератор – это вычислимая последовательность, то есть некий объект питоний, который поддерживает протокол итерации, то есть его можно засунуть, например, в цикл for, но возможно или невозможно, а скорее всего, не хранит где-то в памяти те элементы, которые он нам возвращает. Соответственно, из итератора невозможно взять некий фрагмент из элементов, потому что его не существует, а эти элементы одновременно не существуют. Но можно перечислить их. Как минимум, мы с вами знаем вычислимую последовательность арифметическую, range, которая тоже является итератором, потому что она поддерживает протокол итерации, но range, как вы помните, индексируемый. Будучи арифметической прогрессией, разумеется, range, как это сказать, можно было накрутить так, чтобы она поддерживала и индексацию тоже, и мы это знаем, что она ее поддерживает. Давайте на всякий случай это сделаем, но вы меня, думаю, поняли. Это арифметическая прогрессия. От нее даже слайс можно сделать. Такие дела. А, кстати, вы помните, что арифметическая прогрессия не обязана быть полной. Мы можем здесь, например, написать вот так вот, и, в общем, никому вреда не сделаем. Но это не то, о чем я хотел говорить. Просто я напоминаю, что у объекта range есть много всяких интересных свойств. Но мы знаем и более близкие к тому, о чем мы будем говорить сегодня, сущности. Это, в первую очередь, enumerate. Помним. Что enumerate – это такая штука, позволяющая нам избегать вызова операции индексирования. Часто бывает так, что операции индексирования работают условно-медленно. Как минимум, нужно сходить в память, посмотреть на индекс, сходить в следующую память, посмотреть на значение, сходить в следующую память, посмотреть на объект. Возможно, было бы правильнее не делать так, а поскольку наши, скажем, списки или строки все равно хранятся как последовательности, придумать такой интерфейс, который будет выдавать одновременные номеры в этой последовательности и элемент. И не потребуется индексирование. Так вот, enumerate – это как раз вполне себе итератор. Enumerate object. Потому что он кажется неиндексируемый, но, как видите, в цикле for он может встречаться. Еще примеры – это какой-нибудь zip, который возвращает zip object. Опять-таки, он неиндексируемый, но вполне себе итерируемый. Его можно, например, распаковать или в цикл for засунуть, или просто распаковать, превратить в список. Пожалуйста. Всякий реверсит, map, который применяет функцию к… Давайте попробуем, map, скажем, str.lover, k… Опять-таки, слово as, конечно, тут прекрасно. Да, значит, вот, пожалуйста, опять же, map object, он неиндексируемый, неиндексируемый, но вполне себе итерируемый. Если мы сделаем вот так, мы вполне получим результат. Вот. Мог функция фильтр, которая… Давайте до кучи, раз уж она у меня есть. Фильтр. 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 Ну, скажем, что будем фильтровать? LAMB, да. B, да. B, да, нет, мы B, да, всё правильно. x, x, точка, и запер. Вот, пожалуйста, да, значит, функция фильтр, которая возвращает только те элементы на последовательность и так далее. Все эти функции возвращают некоторый объект, который, поверьте, неиндексируемый, но он очевидно итерируемый, потому что его можно преобразовать в список просто последовательным перебором, начиная с первого элемента, с нулевого элемента до конца. Вот. Если более конкретно, давайте попробуем это сделать, ну, скажем, вот на этом мапе. Эксперимент. Я не уверен, что так пойдет. Так пойдет. Если более конкретно, один из вариантов протокола итерируемой последовательности, их два варианта, протокол содержит два способа, говорит о том, что в вашем объекте должен быть метод, который называется бла-бла-некс-бла-бла. Вот он. Если в вашей последовательности есть, в вашем объекте есть такой метод, этот метод отвечает за то, чтобы последовательно возвращать элементы этой самой вашей последовательности. Смотрите, вот если я сейчас скажу еще раз next.res, у меня будет буква s, еще буква s, еще буква e, буква r, буква t, а вот сейчас, поскольку последовательность закончится, получится исключение stop-iteration. Вот. Вообще говоря, так устроен практически любой итератор, в том смысле, что если ваш объект предоставляет метод next, ну и метод iter, на самом деле, ну, в первую очередь метод iter, на самом деле, ну и метод next тоже, то он уже является итерируемым. Вот. Обратите внимание на то, что все, у нас теперь вот этот rest-map-object, он кончился. Наш итератор подошел к концу. При попытке сказать, а что там дальше, он говорит, все, 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 он закончился. Вот. При этом вываливается исключение stop-iteration. Надо понимать, что в действительности, когда мы проходим по этому итератору списком, циклом, например, вот, значит, обратите внимание, что когда мы используем наш итератор в цикле, происходит абсолютно та же самая картина. В точности вызывается метод next, а когда возникает исключение stop-iteration, цикл for просто заканчивается. Все. Обратите также внимание на то, что классический итератор, он вообще-то одноразовый. Видите? Вот сейчас цикл сработал, а сейчас он тоже сработал, только поскольку итератор рез у нас уже пустой, у него уже конец. Он выдал нам пустой, пустой, ну как бы он сразу свалился по stop-iteration. Одноразовая такая штука. Вот. Как можно сделать итератор? Значит, если у итератора нет метода next, то есть мы не можем сказать, скажем, что-нибудь такое, ну, ну, только же, ну, скажем, от 10, next, под r, я надеюсь, мы не можем так сделать. Нет, не можем. Что мы можем? Если у объекта есть метод итер, а он у рейджа, конечно же, есть, итер, итер, вот он, да? То такой объект может вернуть нам итератор по себе, который потом можно использовать. Итер, вот, вот next, вот рез, да, от r, от r, вот. Обратите внимание, что это вполне себе итератор, правда, он настолько типизирован, что Python, например, знает, что это не просто итератор, а итератор по рейджу. Но мы с такими фишками сталкивались. Помните, ключи от этого самого, от словарей, они тоже не просто какие-то там списки, а итератор по ключам, итератор по values, вот это итератор по рейджу. Вот этот и те, он как раз и работает так, как мы хотим. Он поддерживает протокол итерации. Вот, значит, точно так же, как и всякие другие, он одноразовый, да? Смотрите. Что сейчас будет? Какой будет список? Да, совершенно справедливо. Вот. И его приходится перезаряжать в случае, значит, когда вы им пользуетесь. Ну, короче говоря, итератор, как он есть, вот это его такие свойства. То есть range это не итератор, а итерируемый объект? Да. Range это итерируемый объект, потому что у него есть метод iter. Поскольку у него нет метода next, он не является итератором. Все так. Но из него можно сделать легко итератор, потому что есть метод iter. Есть другой вариант. Если ваш объект имеет метод get item, то есть он индексируемый, и этот метод get item так устроен, что он индексируется с нуля, то из него тоже можно сделать итератор. Это другой вариант протокола итерирования. Я сейчас, интересно, не вспомню наизусть объект, у которого есть get item, но нет итера. Это надо класс делать. Не хочется, а надо. Сейчас я посмотрю, может, у меня в примере есть. В примере у меня, кажется, нет. Ну, короче говоря, давайте попробуем. Я сейчас не буду врать, но попробуем. Def get item, self, ну, n, да. If, и он меньше, ну, скажем, 7, return. Что-нибудь красивое. А, тут придется сделать raise. Плохая идея. Жалко. Ну, ладно. Ну, ладно. Не очень хороший пример, потому что индекс-еррор... Кстати, не уверен, что заработает. Давайте попробуем. О, заработало. Ну, вот, значит, если в вашем классе, а в вашем объекте нету ничего, кроме каких-то стандартных, стандартных для класса штук, нет ничего, кроме get item, из него все равно можно сделать итерируемый объект, потому что тогда итератор из него, вернее, из него все равно можно сделать итератор, потому что тогда итератор из него будет состоять в том, что мы сначала сделаем get item от нуля, потом от единицы и так далее, пока не приедет ошибка индекс-еррор, пока ваш объект индексируемый не закончится. И в этом случае for, как видите, вполне себе легко реагирует на индекс-еррор, тоже как на конец такой последовательности. Потому что в действительности происходит буквально следующее. Вот так сделать нельзя. Хорошо. А вот так сделать можно, потому что есть метод get item. Ну и все, дальше как-то по накатанной. Обратите внимание, что мы туда притащили исключение индекс-еррор, но когда мы сделали из него итератор, этот индекс-еррор съелся, вместо него был stop iteration, потому что протокол итерации требует, чтобы был stop iteration в конце, ну и так дальше, и так дальше. Вот такие пироги. Вот мы сделали из объекта, у которого есть get item, тоже итератор. Ну и это еще не все. Вы можете сделать итератор вообще из любой функции, если укажете stop значение. Смотрите. Ну тут прям примерчик прекрасный. Import random. Что? Import random. Дом. Импорты. Дом. Да? Итер от random.runRange Сейчас, как там было? А, ну да, лямбда. Лямбда. Это было слово лямбда, а ты что написала? BDA. Вот. Кажется, он без параметров. Ну, скажем, от 10. И stop значение, ну, скажем, 0. Кажется так. 0. Ну, сейчас все понятно. Значит, что сейчас произошло? Нам runRange, вот эта вот функция, генерила значение в диапазоне от 0 до 9. И пока это был не 0, она их генерила, а потом, значит, перестала. Кстати, кажется, можно даже... А, нет, так кажется нельзя. Так кажется нельзя. Да. А вот так можно. Чё? А, там наверняка был просто первый 0. Вот и все. Вот. Такие вот дела. Значит, фактически вы можете сгенерить итератор даже из функций, в которой ничего итерируемого нету, но зато она возвращает какие-то значения, которые из них стопывают. Кстати, обратите внимание, что вот это вот конкретно определение итерации очень сильно похоже на определение частично-рекурсивной функции, точнее, примитивно-рекурсивной функции. Оператор примитивной рекурсии, он ровно про это. Вот он. Вот этот счетчик 0, 1, h от y плюс 1 равняется g от h от y. Ну, примерно так. Так что это вот фактически он. Поскольку итератор является последовательностью, разумеется, его можно использовать везде, где мы используем слово, где в нашем разговоре возникало слово последовательность. Да? Ну, например. А, запятая звездочка B. Понятно, да? Значит, там, где пришелся 0, там она и закончилась. Значит, вот эта распаковка привела к тому, что все, что за пределы последовательности длиной 1, что не влезло в А, влезло в B. Что еще? Множественные связывания сделали. Звездочки-ловушки все сделали. Ну, короче, вот вы меня поняли. Да, там, принт. Вот такая распаковка. Что сейчас произошло? Мы распаковали последовательность, которую возвращал итератор, передали, как там, сколько тут получается, 12 или 15 параметров функций принт. В общем, любая распаковка так работает. Про это, я кажется, уже сказал, что цикл for работает следующим образом. Мы берем объект, создаем из него итератор на основании того, что у него есть метод iter или на основании того, что у него есть метод getItem. Вызываем next. Каждый раз. Связываем соответствующую переменную с тем, что вернул next. А когда произойдет stop iteration, цикл for заканчивается. Тем самым мы несколько демифологизировали работу цикла for, потому что раньше у нас присутствовал вот такой момент неопределенности. А что значит последовательность закончилась? Как мы узнаем, что последовательность, у которой, например, нет индексов, у которой нет длины, закончилась? И теперь мы знаем, как мы это узнаем. Мы узнаем по возникновению в итераторе исключения stop iteration. Совершенно необязательно. У последовательности должна быть длина. Она вообще может быть бесконечна. Только надо тогда вбросить этот stop iteration, чтобы все закончилось. Вот. Ну окей. Давайте попробуем сами задать итерируемый объект. Они называются в питоне генераторами, кажется. Сейчас мы это узнаем. Итерируемый объект может быть задан обычной циклической сборкой. Просто скобочки ему надо выдать круглую. Вот и все. Что-нибудь типа такого. Наш любимый. Наш любимый. И умножить на 2 плюс 1. For E in range 10. Конечно же, это можно было сделать одним рейнджем, но мой интерес в том, чтобы продемонстрировать, как это работает. Вот. Это все называется генератор object. Такой вот объект, который свежесозданный вами руками, называется генератор object. И он является итератором. У него все есть для этого. У него есть next. Да? Дальше он будет себя вести но ровно так же, как все наши предыдущие итераторы. Все. Stop iteration. Вот. Это циклическая сборка. Как видите, отличается скобочками. Например, может быть, эти скобочки могут быть опущены, если параметром вашей функции является итератор. является последовательность. В случаях, когда у нас и так параметром функции является последовательность, мы вполне можем эти скобки опустить, потому что они всего лишь группируют вот такой конструкт. Другое дело, что это бывает нечасто, потому что, например, даже если у вас функции всего два параметра, вот эта запятая внутри этого конструкта может быть отнесена не в ту сторону. Но так-то, в общем, ну вот смотрите, div fun от последовательность, print звездочка последовательность. fun от раз-два-три. И вот здесь можно написать этот самый итератор, не прибегая к скобочкам. Где он тут был? В убор не вижу. Вот он. Ну вот. Как только там возникает некоторое количество, возникают проблемы. Так что скобочки, как правило, круглые, надо ставить. Вот. Понятное дело, что строковый циклическая сборка генератора, это далеко не все, что с ним можно сделать. Это, так сказать, в функциональном стиле разговор. Вот. Самый главный инструмент в питоне, который делает генератор, это генератор функции, так называемый. И вот тут мы заходим в область, которая одновременно и довольно важная, и требует некоторого размышления в голове, и, как это сказать, повсеместно используемая. генератор функции с виду выглядит как функция, которая вместо return использует оператор yield. yield. n умножить на 2 плюс 1. Во! Давайте посмотрим, какой у нее тип. И это обычная функция. С точки зрения питона генератор функции – это обычная функция. но с точки зрения пользователя это, конечно, обычная функция, но возвращает она далеко не целочисленный объект или какой-то там. Давайте посмотрим. ну, скажем, от 7. Функция, генератор функции, то есть функция, в тексте которой находится yield, внезапно меняет свою семантику. Она перестает быть функцией, которая возвращает то, что там, ну, короче, что-то возвращает. Кстати, не совсем об этом чуть позже. Функция, генератор функции возвращает генератор, а этот уже генератор последовательно будет возвращать все нужные нам объекты. Да, тут было n умножить на 2 плюс 1. Ну, я молодец. Еще раз. Да? Если бы здесь было написано return, эта функция бы не имела вообще никакого смысла, потому что после первого return мы бы покинули пространство этой функции, и все бы остановилось. Так никто не сделает. Но здесь написано yield, и фактически эта функция является сопрограммой повторно-входимой функции. Ну, не совсем сопрограммой, но повторно-входимой функции. Как это происходит? Давайте обмажем вот эту штуку принтами. Вот. Пробуем сначала создать генератор на этой основе. Ничего не произошло. Вот я вызвал функцию gfun, в нее что пришло? В нее пришел генератор, который будет выполнять вот этот код. Окей. Давайте посмотрим next. Вот full. Вот это. Выполнился вот этот оператор. Вот это yield нам вернул единичку, мы эту единичку напечатали. Вот это. Выполнился вот этот оператор. Мы пошли обратно. Выполнился вот этот оператор. Здесь нам yield вернул троечку, мы ее напечатали. Ну и так дальше. Фактически мы входим внутрь нашей функции в то самое место, где написан yield. Вот yield нам возвращает значение. А потом мы входим вот сюда и продолжаем выполнять нашу функцию дальше. И так по кругу. До тех пор, пока не произойдет ретерна из этой функции, настоящего ретерна, а не yield. Ретерн. Где здесь ретерн вот в этой записи? Да. При выходе из этой функции по умолчанию ретерн ноун. Совершенно справедливо. Вот. Ретерн закрывает контекст. Yield не закрывает контекст. У нашего фу есть целый контекст. Вот его. Вот он. И у него даже есть locals. F locals. О! Видите? Причем обратите внимание, обе эти переменные видны. Переменная n локальная, которая была, которая являлась формальным параметром, и переменная i локальная, которая вот здесь появилась. Вот в тот момент, когда мы смотрим на этот наш функ, мы видим... Вот. Мы видим, значит, обе эти переменные углопространства и мед. Вот оно будет жить до тех пор, пока не будет произведен ретерн и генератор не закроется. Такая вот история. Значит, тут в качестве примера предлагалось зайти на patent tutor и посмотреть. Ну давайте зайдем, раз уж тут написано. Отстань противное. Как это происходит? Вот мы зашли в ген. Вот мы в него зашли. Находимся в его пространстве у имен. Вычли С. Вернули это С. Напечатали его. А ген все еще живет. У него там то же самое пространство и имен. Вот мы опять вернулись к этому yield. Начали выполнять дальше. Напечатали. Снова вернулись к этому yield. Продолжаем с того же самого места. Ну вот так это примерно и происходит. Вот. Как уже было сказано, return — это закрытие итератора. Соответственно, мы можем взять и, например, вот в этот код поставить вот сюда, вот, например, вот сюда, вот, if и равняется, ну, скажем, 5. Return. Вот. И вот такая штука не пойдет дальше пятого элемента. Да. Лист GFUN. Ну, скажем, 100. Обращаю ваше внимание на то, что, тем не менее, вот этот оператор выполнился. Вот он. Да. А дальше мы сказали return, ну, и на этом, собственно, произошел stop iteration. Такие дела. Вот. Этих итернов, может быть, сколько угодно, понятные дела. Пока понятно. Вопросы. Давайте, потому что сейчас будет чуть сложнее. Вопросы по тому, что такое итератор. Он же, ну, как бы, и соответствующий тип данных генераторов в питоне. Вопросов нет. Это плохо, потому что обычно вопросов нет, либо когда все понятно, либо когда ничего не понятно. То есть непонятно, что непонятно, и поэтому непонятно, какие вопросы задавать. Но будем считать, что вам все понятно. Интернету тоже все понятно. Окей. Ладно, двигаемся дальше. Булат в чатике ютубном спрашивает, недорого ли каждый раз ловить исключения. Нет, в питоне ловить исключения совсем недорого. Это буквально одна прокрутка. Не дороже, чем вызывать функцию, я бы так сказал. Это одна прокрутка этого самого контекста, да, и какое-то небольшое количество, какое-то небольшое количество кода, которое там выполняется. Так что ловить исключения это довольно дешево в питоне, и в этом, собственно, смысл исключений, как инструмент управления потоком вычислений. Об этом мы будем говорить, когда будем говорить про исключения. Окей. Значит, yield from. Значит, yield from это вызов вложенного итератора. Выглядит это примерно так. Давайте мы fun вот, ну, скажем, n напишем здесь yield ну, скажем, минус 1 дальше yield from range вот n и yield, ну, скажем, минус 2. по моему плану, я не знаю, насколько я прав, но я думаю, что я прав, эта функция Маркизио спросил, не накапливал ли yield значение, почему вывели сначала стрелки, а список в конце, потому что стрелки выводила функция фу, а список вывел нам питон после окончания работы. Понятное дело, что вот этот список, который получился, вывелся в конце, когда он получился, а стрелки выводил функцию фу. Смотрите внимательно. Ну вот, значит, так вот, по моему мнению, по моему предположению, функция фун, точнее, генератор функции фун вернет итератор, который вернет сначала минус 1, потом по очереди что-то из range, range, поскольку является итериорными последствиями, можно написать вот так, из него можно сделать генератор, вот, а потом вернет минус 2. Давайте это проверим. Лист, вот, фун, вот, ну скажем, четырех. Вот. Это довольно важный инструмент в питоне, этот самый yield from, о чем мы будем говорить чуть ли не на самой последней лекции, когда мы будем говорить про синхронные возможности. Идея состоит в том, что вот такое перекладывание ответственности с одного итератора на другой, это тоже довольно дешевая операция, вот, фактически нам нужно только зайти в контекст одной функции и сразу же зайти в контекст другой функции, в данном случае callable от range. Вот. Ну, давайте попробуем сами написать, да, def it0 от n for in range. То же самое напишем ручками, да, от n yield, ну, пускай будет и, да, и перепишем вот эту функцию, да, from it. я думаю, что ничего не изменится, что все произойдет точно так же. Вот здесь вот уже мы прямо написали, yield оттуда, yield оттуда. Вот, yield from. Что такое итератор в реальной жизни? Это возможность запрограммировать вычисление элементов последовательности, причем вполне возможно эта последовательность будет бесконечной. Вам никто не обещал, что этот stop iteration вообще случится. Вот. Это очень удобная штука, потому что вы можете оперировать вот этими потенциально бесконечными вычислимыми последовательностями, ну, естественно, за fix non-time, то есть вычисляя кусочки этих последовательностей по мере необходимости. Вот. Ни с чем другим вы так сделать это не можете. Вот. И это, собственно, не только в питоне так, это вообще во всех языках с итераторами так. Ну, вот, в частности, в питоне. Сейчас, давайте я посмотрю, нет ли здесь есть, но это будет позже. Пока что все понятно. Следующий шаг как это усложнения шаблона работы с итераторами состоит вот в чем. До сих пор мы имели дело с такими повторно входимыми функциями, которым сначала задается их пространство имен, вот это. А дальше мы просто раз за разом входим в контекст этой функции и продолжаем работать с тем же самым пространством имен. То есть мы никак не можем передавать нашей повторно входимой функции дополнительные параметры. А между тем это сделать можно. Можно сделать так, чтобы вот этот yield внутрь функции возвращал какое-то значение. Какое значение? которое мы ему передадим с помощью метода send. Давайте попробуем. def gfun bvf bs это генератор функции. Ну, скажем, от того же n что мы сделаем? yield ну, скажем start равняется yield start сейчас дайте подумаю что мы не такое что-нибудь такое извращение как-нибудь пример чтобы только понятно было ну, давайте так это хорошо и это и то что по мы « в не это что вот да вот тут вот она не нужна еще где-то не закроем он говорит что инвалид синтекс а почему а так нормально у волрос оператора есть некоторые проблемы со скобочками скорее всего если вы его используете скобочки у вас понадобятся вот видите а кстати вот так можно вот так тоже можно в что сейчас происходит у нас yield возвращает некоторое значение это такое значение которое мы туда сейчас передадим нашей функции значит были фон ну скажем вот кстати n тут не используется давайте уберем его на фига нам это я сейчас путаю нет никого вот вот и тут начинаются некоторые странности смотрите ну окей я могу сейчас попробовать вызвать этот самый next next и те бум он нам вернул старт окей а вот теперь уже next и если буду сейчас делать next у меня просто сюда будет приезжать но он уй нет это слово простите как это развить то что вы сейчас видели не очень хороший пример ведь тут два разных yield он будет то 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 все делать каждый раз говорит старт сейчас давайте подумаем по-другому значит вот он должен как-то переработать с какой стать сейчас мы все сделаем я короче я сейчас пример получил я герните решил в своей самонадеянности да конечно я решил в своей самонадеянности сделать пример не из не из лекций а вот сейчас вообще не так а вот так вот вот так она выглядит как-то более понятно вот 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 теперь вроде по идее все должно быть нормально ну-ка так в а вот он начался а вот теперь мы должны так сказать и те . send ну скажем ну короче вы меня поняли о все теперь следующий 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 этот самый будет стоп-терейшн обратите внимание на одну которая за этой суетой как я разведенный мною на одну особенность которая возможно от вас ускользнула вот а тем не менее она есть параметрических генераторах yield возвращает значение для того чтобы yield вернул значение мы должны использовать не next а метод send вот мы сказали итератор send послали значение это значение сюда приехал вопрос до того как вызван первый yield когда мы стартуем наш это рада куда какое значение приезжает вот мы только стартовали его мы еще не начали вот 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 здесь вот 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 в этом месте вот вот в этом месте как туда передать это самое значение с помощью send а правильный ответ не как параметрический итератор начинается всегда с next а а дальше уже идет с потому что мы у нас нет синтаксического способа засунуть туда вот это вот значение куда мы его передадим в качестве параметра функции нет к параметр функции вызывается один раз когда мы создаем это рада а нам нужно это делать при старте этого итератора никак кстати сказать next это всего лишь send но вот и все кстати давайте попробую что-нибудь другое туда передать вот видите он даже от говорит что нет нельзя использовать send потому что вот это значение никуда не приедет совсем никуда нет такого места между вот этим и первым елдом где бы мы могли поймать это значение поэтому вот протокол итерации параметрического итератора такой сложный сначала next а потом send 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 да 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 всегда так это один вообще-то это один и тот же итератор вопрос в том используйте вы вот эту вот конструкцию сюда или нет вас поскольку сэн но он вот но не используйте я здесь мог бы вот это не писать кстати смотрите это кстати интересный вопрос а чем будет если будем делать так да но у кого волнует что он бесконечный сейчас кого волнует что он бесконечный он работает он бесконечный в том смысле что пока мы сами не закроем этот итератор он не закроется у нас нету вот этот вайл будет да но мы же в нем не зависаем мы же только один шаг в него проходим ну и все вот вот ведь работать то есть до любой итератор параметрический правильное замечание вопрос в том пользуемся или не пользуемся мы возвращаем значением yield до соответственно и обратное тоже верно если мы бы здесь вот так вот написали вот вот так вот мы могли смело пользоваться только next до а нет не могли потому что туда приехал но он не могли могли просто вот на этом месте туда приехал но понятное дело но он поскольку у нас ноль мы вышли вернули финиш ну короче все все честно так что разница действительно нет вот такая вот штука вопросы потому что это ну вот такой дух двухчастный немножко двухчастный что то с точки зрения опять же real life и представляет собой вот такой параметрический итератор с сэндом и это фактически диалог представьте себе что у вас есть много таких параметрических итераторов и это ваши так сказать задачи которые потихонечку выполняются эти задачи выполняют свой кусочек потом делают yield промежуточное значение этот yield принимается некоторым диспетчером задачи диспетчер задачи смотрит на эти промежуточные значения а также там реализуют собственную логику и говорит а вот теперь будет выполняться задача вон та как это делается он делает вон той задачи сэнд передает какое-то нужное управляющее значение той задачи там запускается опять-таки кусочек между двумя yieldами анализируется переданное значение задача там что-то выполняется снова yield снова попадаем диспетчер и так далее каждый раз мы нашей функции передаем дополнительно какой-то значение вот поехали дальше да значит еще раз вопросы по вот этой вот штуки она в общем не сложная да вот мы на нее смотрели она в общем не сложно главное что вот как было сказано с места действительно очень важно что на самом деле между next и send есть разница только в том что send посылает конкретное значение вот это как раз следующая тема которую я хотел рассказать про ветер имеет отношение конструкции yield from представьте себе опять таки вот эту концепцию задач и диспетчер которыми управляет вот задача считается от вернул управление диспетчер диспетчер сказал считайся дальше вернул правильный диспетчер диспетчер сказал читать дальше и задача завершилась у нее есть какой-то результат вот этот результат который задача должна завершить это как раз есть то что возвращает ваш ретер по умолчанию конечно же возвращает но но вы можете возвращать и не но он его можно схватить используя конструкцию что-то равняется yield from что-то давайте посмотрим например так тут какой-то сложный пример ну давайте посмотрим значит дев калк от n да тут нас есть сумма какая-то 0 она поначалу равна до вайл н больше нуля с плюс равно n н делим пополам чё yielding что yielding ну допустим н yielding только давайте мы сдано вот здесь сделаем yield н yield а здесь дим return с вот с одной стороны мы написали типичный поскольку в нем есть yield типичный типичный генератор функцию она работает так ну допустим gf равняется и там и те 0 и те равняется калк ну скажем от 37 да лист вот калк чё а от и те о ну в общем это ожидалось до 37 пополам 36 пополам 18 9 4 2 1 типичный типичный итератор типичный генератор функции все как у людей куда делся вот этот return с сейчас мы его увидим ну скажем 19 next от и те 19 9 4 2 1 stop iteration что параметром исключения stop iteration является 35 догадайтесь что это за 35 такое это да это это вот этот return это сумма 19 плюс 9 плюс 4 плюс 2 плюс 1 вот этот stop iteration из параметра из параметра исключения можно вынуть словив stop iteration и заглянув в параметры исключения про исключение мы будем говорить с вами там после того как немножко разберемся в объектной модели но есть синтаксическая конструкция которая позволяет это сделать сразу вот она сейчас мы подглядим как она устроена вот дев раннер раннер ну допустим ничего да рез равняется рез равняется yield yield from calc тогда нет ничего calc от n до от n ну давайте допустим там yield рез рез вот это как бы диспетчер такой он запускает задачу задача нас кормят этими самыми давайте проверим что получится лист вот раннер вот ну скажем все тоже 19 вот вот сюда приехал вот этот return ну а дальше мы что-то с ним сделали мы совершенно не обязаны делать как-то по-другому вот единство что мы должны сказать что если есть yield from значит вся функция является генератор функции мы не можем написать здесь yield from а здесь обычный ну если есть yield значит это генератор функции ну вот то есть так просто вырваться из превратить функцию в генератор функции вернее генератор функции в обычную функцию нельзя но тем не менее вот да это что делать вот с этим return этот return можно либо поймать в качестве параметра исключения либо поймать вручную вот в смысле не вручную а явно написав вот так такая вот картина тех ну вот я уже говорил да я чуть раньше про это сказал что таким способом можно смоделировать некоторые асинхронные взаимодействия когда у нас есть вот эти самые повторно входимые процедуры в которую ну или если хотите со программы в которых мы потихоньше ускармливаем их значит параметры а потом значит они что-то обрабатывают какие-то потоки а потом значит они заканчиваются возвращают результат все вот это есть в том механизме работа с генератором которым мы с вами обговорили и ровно этот механизм как мы увидим в предпоследней лекции этого семестра ровно этот механизм используется для знаменитого питонова асинг синтаксис ровно он вот но просил мы сегодня говорить нибудь вопросы на этот счет ну то есть понятно да надо сначала понять о чем спрашивать потом спрашивать это я понимаю да пока это такое новое куда принимает генератор функции на практике с вас спрашивает иван и чем это лучше просто функция который ретёрнет собранный внутри нее и тара-то не чем не лучше потому что генератор функция это и есть просто функция которая ретернет собранный в ней внутри тара-то ровно это она и и есть Так что на второй вопрос ответ непонятный. Возможно, просто отсутствие нужного синтаксиса. Сначала собрать итератор, потом его заретернить. Удобнее всё-таки использовать синтаксис yield. А куда применять, мы с вами уже много где говорили. Любая вычислимая последовательность – это генератор функций. Так что вот. Хорошо. Вот последнее то, что мы написали ранее. Если в концерте понятие yield вес на return вес, он выдает всё в 25. Ну да, а вы что хотели? Return – это параметр исключения stop iteration. Да. И? А вопрос в чём? Это получается, когда дэкс 5 запишется, то есть когда выдаётся сам дэкс 5. В этом случае. В случае он выдаётся в качестве параметра исключения stop iteration. Если вы написали здесь return. Да. И вопрос в чём? Мы уже с вами договорились, да, что параметр return – это параметр stop iteration. Вот он. Хотите, я напишу, господи, если вы очень это хотите. Да. Если вы очень это хотите, давайте сделаем так, да. Даже не так. Нам не нужен… Да. Получается, делать кромку, забрасывая. Конечно. Да. Стоп iteration вес с 35. Да. И return вес запишется в свой. Конечно. Более того, смотрите, мы можем же так сделать, да. Try. Рез равняется… Рез равняется… Чё там? Лист. Нет, не так. Ну, короче, вы меня поняли, да. Тут надо сделать цикл. Этот цикл не будем пока с исключениями возиться. Тут надо цикл раскрыть. Вот от этого калка тоже можно поймать вот эту штуку в качестве параметра stop iteration. Точно так же. Вот. Это ровно этот механизм. Окей. Последняя тема на сегодня. Она супердлинная, поэтому я её решил не сильно раскрывать, потому что, ну, как это, об особенностях биогенеза крапчатого долгового, долгоносика можно говорить часами, и этим-то мы с вами и займёмся. Да, так вот этот крапчатый долгоносик под названием FugTools… Нет, не FugTools, EterTools. Это довольно мощная библиотека на питоне, которая предназначена для работы с итераторами. Она состоит из нескольких частей. На мой взгляд, то деление, которое я в лекции сейчас приведу, оно довольно важное. Но начнём по порядку. Значит, первая часть – это бесконечные итераторы. Ну, вот, смотрите. Import EterTools. EterTools, скажем, count. У него, кажется, есть параметр. Тогда он будет конечным. Вот. А, нет, он вообще бесконечный. Start и Step есть. Стопа нету. Да? Ну, скажем, от 10 с шагом 3. Да? Вот. Что можно сделать с этим C? Это итерируемый объект. Можно по нему запустить цикл, но знаете, что будет? Бесконечный цикл, да. Если я сейчас скажу лист от C, у меня на компьютере кончится память. Вот. Что же с ним можно сделать? Ну, его можно понемножку обрабатывать, по одному элементу. Вот. Да? А, next от C. Вот первый элемент, вот второй, третий, четвертый, пятый. Такая штука. При этом, понятное дело, память он не занимает. Всем хорошо. Абсолютно такая же штука с cycle, которые по циклу повторяют одно и то же. EterTools.cycle. Обратите внимание на американское написание слова circle. Цикл. Ават. Да. Тоже бесконечный цикл. Ну и repeat, который просто повторяет, повторяет либо n раз, и тогда он конечный, либо бесконечно один и тот же элемент. Ават. Удобная штука. Значит, бесконечная последовательность. Следующий набор работы с итераторами – это всевозможная работа с самими, модификация самих итераторов. Ну, например, зажрать весь итератор и что-нибудь из него такое вычислить. Ну, хоть сумму, неважно что. А, да. Даже не вычислять, вычислять. Да? Накопительный. Значит, смотрите. iter-tools.accumulate, ну, скажем, 1, 2, 3, 4, 5. А, он, естественно, возвращает итератор. Давайте его преобразуем в список. Вот. 1, плюс 2, 3, плюс 3, 6, плюс 4, 10, плюс 10, 15. Ну, в общем, вот они. Да? Значит, мы можем… Да, можно еще какую-нибудь сумму mass int.mul. Сейчас они внезапно перемножатся, мне кажется. Да. Да. Значит, обрабатываем последовательность. Накапливая результат применения вот этой функции к текущему накопленному элементу и следующему элементу. Что там еще? Батчет. Я вообще не помню, что такое батчет. Я не уверен, что он не в последнем ли питоне появился. Да, в 3.12. В моем питоне его еще нету. В новом питоне появился новый элемент. А-а-а, он делит последовательность на итераторы. АБЦДЕФ. Не хватало мне этой штуки. Вот она, оказывается, теперь существует в питоне. Ну окей, доберусь до 3.12 питона, посмотрю. Чейн. Очень удобная штука, которая сваливает несколько итераторов в один. Видите? Причем эти, они могут быть бесконечными. Почему бы нет? Итератор же в результате результирующий бесконечный. Да, ну и что? Давайте даже вот смотрите. Сейчас. А-а-а! Это было оно. Я неправильно почитал документацию по функции repeat. И оно мне что-то там такое... Оно мне начало повторять эту тройку много раз. Надо было 4 раза ее повторить. Многое это бесконечное. Во, да? Вот давайте здесь еще сделаем itertools.cicl Или нет? Давайте сюда вставим itertools.cicl, чтобы мы увидели, как это работает. Там слишком много букв О. Ну ладно, 1, 2. Вот. Вот сейчас я не буду делать лист, потому что будет то же самое. Cicl бесконечная последовательность. Давайте лучше делать next. Все, до третьего он уже никогда не доберется. Так. Далее. Chain, компресс. Что такое компресс? Компресс просто выфильтровывает. Выфильтровывает из... Да? А, ну и до третьего не доберется, а оно вычетно? Где-то тут работает что-то сиподемии лудой. Оно что? Вот до третьего, понятно, кто не доберется, аргумент? Потому что второй бесконечный. Да. А третий, а он вычислится? А если он бесконечный, он тоже вычислится или как? Ну, скажем так, нет. Если там будет какое-нибудь выражение? Там это где? В третьем аргументе. Ну, что такое в третьем аргументе? Вот у нас есть, смотрите, я пока не понимаю вопроса. Вот вопрос, да? Значит, вот у нас есть вызов функции. Python абсолютно процедурный язык программирования. Вот ничего, абсолютно ничего чудоейственного не происходит. Что такое вызов функции? Это вычисление всех вот этих выражений, которые здесь написаны, и передача их в качестве параметров функции чейн. Что такое вычисление вот этого выражения? Это создание соответствующего генератора. Что такое вычисление вот этого выражения? Создание соответствующего генератора. Генератор будет создан. Он создастся и? Да, конечно. И он не может не быть создан, потому что, извините, вот у нас тут есть через запятую три каких-то выражения, все эти три выражения должны быть вычислены. Но это не значит, что хотя бы один элемент из вот этого генератора будет вычислен, потому что Next ему никто не скажет. Вот. Спасибо за вопрос. Если вдруг... То есть почти наверняка не только вам это было не очевидно. Так что да, именно так оно и работает. Ну что там еще интересного? Компресс просто выфильтровывает из пары... Пары списков, пары генераторов, попарно, те, у которых значения генератора selectors, второго генератора selectors, не пустые. Вот будет выфильтрован. А пойдет в результат, Б, поскольку у нее соответствующая пара 0 не пойдет, С пойдет, ну и так дальше. А если там поставить камень, не идутся только дважды? Нет, конечно. Это всего лишь пустой или не пустой. Да, да. Это всего лишь пустой или не пустой. С помощью drop while и take while, а также фильтр false, нет, фильтр false это фильтр false, это как фильтр, только false. Вот. Да, видите? Он отфильтрует только те значения, которые false возвращают. Ну, фактически, только четные числа. Вот здесь, прямые. Так вот, с помощью drop while и take while можно отрезать кусочки от нашей последовательности, например, смотреть до тех пор, пока вот эта функция не будет верна. Вот так, например, можно работать с бесконечными генераторами. Да? Давайте попробуем. Entertools. Drop while. А, наоборот. Здесь мы отрезаем хвост. Мы начинаем выдавать... Мы не показываем рез. Мы не показываем ту часть последовательности, которая до тех пор, пока не встретится элемент, который стартует. Вот здесь, ну, допустим, while что? Лямбда х равно, ну, скажем, трём, не трём, а, да, и здесь последовательность... Вот. Что я сказал? Лямбда. Отличное слово лямбда. Я почему-то всегда слово лямбда пишу таким причинным образом. Вот. Понятно, да, что здесь произошло? Значит, что? А, потому что не равно. Вот. Мы выбрасываем из этой последовательности до тех пор, пока не встретим стартовый элемент, ну, элемент, удовлетворяющий стартовому условию, а дальше всю последовательность выкидываем. Ну, и, соответственно, парный к ней take while. Понятно, да? Мы смотрим начало последовательности до тех пор, пока стартовая функция её не зарубит. И вот этот take while можно использовать, например, например, вот так. Вот. Кажется, кажется, я могу так написать, потому что это будет конечная последовательность. Несмотря на то, что вот эта последовательность бесконечная. Вот. Что ещё? Filter false — это аналог функции фильтр, который вообще есть в питоне в качестве базовой. Я её, кажется, сегодня приводил уже в пример, который фильтрует объекты сообразной функции из последовательности. Вот. Так. Очень весёлая функция pairwise, которая, оказывается, страшно часто нужна в практике, её раньше не было. она берёт список, ну, она берёт последовательность и выдаёт такие пары. Нулевой первый элемент, первый второй элемент, второй третий. Вот. Обратите внимание, что это можно проделать на не индексированной последовательности и достаточно дёшево в смысле памяти и времени. Ну, просто сохранить один элемент дополнительный и дальше вот так вот переставлять. Вот. Часто бывает нужно. Ну и вот функция starMap, которая похожа на функцию map, только она, знаете, что делает? Ну, фактически, она делает вот так. Вот. Я лучше двинусь дальше, потому что у нас есть ещё две части, ещё про которые надо рассказать. Среди этих функций, среди этих методов, есть три важных и удобных в использовании метода, которые на самом деле реально жрут память. Ну, самый из них понятный этот метод t, который делает из одного итератора двух, два. Да? Фактически, смотрите. Допустим, res равняется t, ну, или не два, или несколько, сколько хотите. Там, кажется, есть параметр, сколько штук вы хотите сделать. Да, по умолчанию их два. Ну, допустим, вот у нас есть бесконечный каунтер. Вот. Итертулс. Он возвращает два итератора. Оба из них, из этих итератора, это итертулс каунт. Полноценный, вот тот, который мы тут вот задали. Смотрите. r1, 1, я сказал, это 1. r2 равняется res. Да? r1, ну, там, next r1. Next r1. Да, это я тороплюсь просто. Сейчас все сделаю. next r2. Next r1. Next r1. А смотрите, у вас есть один конкретный итератор. Он называется в данном случае итертулс каунт, но он может быть кем угодно. По нему два раза проходить нельзя. Мы не знаем, как его перезапускать сначала. Поэтому мы в него входим, берем его нулевой элемент и запоминаем его на случай, когда его, этот нулевой элемент, потребуется следующему, каждому из тех итераторов, которые мы возвращаем. То есть разницу между, вот сейчас у нас их два было сделано, разницу между последним запрошенным элементом от первого итератора и последним запрошенным элементом от второго итератора приходится хранить в памяти. Он не может сделать два. Как можно сделать копию вот этой штуки? Это невозможно. То есть это, наверное, можно себе вообразить такую структуру данных, интересная задача на самом деле, которая является перезапускаемым генератором, то есть таким, который можно заново запустить сначала. То есть он сохранит в себе всю необходимую информацию относительно того, ну какой-то факторе, как его запускать. Но, естественно, этой всей сложной мутотени в классических генераторах в питоне нет. Классический генератор в питоне это очень легкая штука. Она не намного тяжелее, чем сходить к соответствующему месту в памяти. Ну то есть контекст вызвать, максимум. Поэтому нет, мы так не можем. Это же относится и к двум другим тоже очень важным методам. это метод ослайс, это аналог слайса, только по итератору, который возвращает кусочек итератора. 20. Ему так же приходится запоминать? Только начиная как-то с первого. То есть если, например, у нас слайс 13 по 20, у нас все равно с первого. Нет, если у нас слайс 15 по 20, он, разумеется, в первые 15 пропустит. Да нет, это он возвращает кусочек итератора, по которому итерируется. А что он там запоминает? Вот тут есть реализация. Давайте посмотрим. Что-то я не вижу, кстати, здесь ничего запоминаемого. Может, я путаю? Вот он пропустил старт. Похоже, что, смотрите, похоже, что и слайс не запоминает ничего. Я здесь не вижу хранения. Он их просто тупо пропускает. Что? А что такое исходный итератор? Тот, который мы туда передали. Ну, мы его туда передали, мы его съели, исходный итератор. Он заканчивается. Он просто думает, функция думает тебе, да, 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 только определенную нарезку. Совершенно справедливо. Окей. Значит, я вам соврал, да, и слайс, похоже, ничего не хранит. Очень хорошо. Да. По времени, дорогой получается. Кто? И слайс? Он по времени такой же, как полный проход. Но, опять же, нет никакого волшебного способа высчитать, если ваша последователь неиндексируема. По ней можно только пройти. Я думаю, ну, он 3.12, а может, он в предыдущих для всех, если не знал? Чик знает. Но думаю, что нет. Думаю, что нет, потому что нет необходимости запоминать для слайса. И еще один метод, который кажется точно, точно кажется, точно кажется, кажется точно, это группбай. Групбай – это вообще прикол. Вы… Он что делает? Он берет… А, кстати, он тоже ничего не запоминает. Смотрите. Он что делает? Он берет и… Сейчас, давайте. Сначала, как это работает. он выдает последовательность итераторов. Как он выдает последовательность итераторов? Сначала он… Дайте прямо расскажем лист. Лист. Че? А? Вот. Ой, че-че-че. Ага, я его уже использовал. Вот. Последовательность итераторов. Обратите внимание, что эта последовательность – пар А, Б, там, снова А. Видите, да? То есть мы сейчас по нему будем ходить. Ну, допустим, R1 лист. Вот. Ну, допустим, так. R1 нулевое. А и итератор, поэтому А. Давайте попробуем… Вот он. Первое. Давайте сделаем от него лист. Я в англое, что там должно быть 3А. Это было слово лист. Но он уже пустой. Я разрядился. Дубль 2. Что я сделал неправильно? Фиг знает. Давайте посмотрим пример. Ух, как тут по-хитрому все сделано. Нет, ну вот тут написано буквально то же самое, что у нас. Ну, давайте попробуем просто этот пример. Ну, да. Что? Да-да-да, спасибо. Нет, тут все нормально. Видимо, где-то, где-то вот в этих моих экспериментах там что-то разрядилось, зараза такая. Нет, ну тут-то мы делаем лист. А, может, нет, не может, не может. Сейчас, давайте попробуем еще раз. По идее, все должно быть. Ну-ка, давайте так. Тек. Тек. Бымс. Да не должно быть. Я пока не вижу места, где это должно быть. Ну вот, давайте еще раз. Вот мы делаем лист. Что такое лист? Мы по нему по всему пробежали. А-а-а. Вы хотите сказать, что они там разбежались? Не надо делать здесь лист. Они в этот момент уже все кончились. Потому что, блин, они в этот момент уже все кончились, потому что мы прошли всю последовательность до конца. Как мы могли узнать, что в ней есть буква «Б», не пройдя ее? Вы правы. Так что вот в этом месте мы уже все прошли. Только итератор, только хардкор. А вот так работает? Все. Вот. И последний кусочек на сегодня. И на этом... О, у меня уже спрашивают, куда кидать донаты. Пока никуда. Спасибо. Вас. Я бы не хотел, чтобы до этого доходило. Чтобы, да, чтобы я этим зарабатывал. Все-таки меня пока что за это платят. Вот. Значит, и последний кусочек на сегодня. Это группа, связанная с внезапно комбинаторикой. Ну, реально, смотрите. Ну, если картинзианское произведение, Декартовое произведение, это очень простая штука. Это что-то типа... Что-то типа... Ну, давайте сначала список. Да? И for, и in. Quee, запятая k. For, и in. Да? Вот. Вот Декартовое произведение, да? И то же самое, и tertools. Только это список. Вот. А product, да? Сейчас. Какой там параметр у product? И треблз. Да? О! Ну, как видите, это ровно оно. Да? Просто чтобы было понятно, да? Кстати, может быть, вдруг кто запамятовал, что вот такая конструкция, разумеется, тоже в питоне возможно. Вложенные форы, вот это все. Иван спрашивает, итератор, вперщик, способ экономии памяти, или есть значительное влияние на быстродействие? Как правило, есть такой принцип оптимизации, скорость в обмен на память. Чем больше у вас памяти использовано, тем эффективнее доступ, тем эффективнее может быть алгоритм, который жрет память. Поэтому итераторы обычно медленнее, чем доступ к соответствующим хранимым значениям. Но когда их очень много, то это экономия памяти. А когда их бесконечно много, то никакого другого способа нет. Вот мы сегодня несколько раз работали именно с бесконечными итераторами, и тут уж вариантов никаких. Ну, то есть вы можете их сымитировать с помощью хранения частичной последовательности. Но зачем это делать, если есть итератор? Итак, комбинаторика Декартового произведения, которое, собственно, выражается вот в таком цикле. И, разумеется, это произведение не жрет память, потому что это итератор. Перестановки. Пермутейшнс. Ну да, лист. Сейчас мы к нему переделаем. Вот. Кажется, у него есть параметр. Длинноперестановки. Нет. В пермутейшнс всевозможный пар. Давайте попробуем. Что-то мне кажется, что... А, да, действительно, вы правы. Действительно, шикарно. Ну да, естественно, у нас же есть в этом самом комбинаторике два параметра. Вот эти два параметра. Да. Что еще? Сочетание и сочетание с повторениями. Сочетание и сочетание с повторениями. Ну, в общем, все понятно. Вот. Обратите внимание на то, что это не формула, а именно, что порождение соответствующих последовательностей, и на то, что эти последовательности, скорее всего, в общем, памяти не жрут, потому что это просто алгоритм, ну, больше, чем нужно. Потому что это просто алгоритм соответствующего обхода. Вот. Такие дела. Кажется, на сегодня это все. Да, на сегодня это все. А, вот еще одну штуку просто показать. Значит, говоря про ленивые вычисления, а ведь вычисления не всех значений нашей последовательности, это явно ленивые вычисления. Можно вспомнить еще совершенно другой инструмент ленивых вычислений, который называется Functools Partial, который позволяет сделать из функции из n параметров, функцию с меньшим количеством параметров, а, значит, все остальные будут константами. То есть, вот, ну, реально, вот вы передаете функцию, те параметры, которые нужно ему законстантить, и те самые словесные keywords параметры, которые он законстантить, он возвращает новую функцию. Такая вот интересная штука. Ну, вот, например, да, int, у которого по умолчанию значит, второй параметр равен двум, а не десяти, как обычно. Вот. Ну, это совершенно просто к слову пришлось. Просто, если, как говорят, про ленивые вычисления, надо про это вспомнить. Значит, все, кажется, я все. Давайте посмотрим, что у нас в следующий раз. Мне кажется, в следующий раз что-то должно быть развесистое такое. О, мы в следующий раз начинаем разбираться с объектами в питоне. Это очень мило и просто на самом-то деле, ничего там сложного нету, но это будет в следующий раз. А в этот раз у нас итераторы, четыре задачки на итераторы. В общем, кажется, тесты я еще не опубликовал, как обычно, но в среду они будут. Ну, в общем, вот. Если есть какие-то вопросы, потому что мы сделали, задавайте. Если нет вопросов, то всем спасибо.